приветствую вас друзья на канале сегодня я сделаю тест 99 циклов элементов литокала 26650 на 5100 миллиампер час я надеюсь этот тест долгожданный для вас по крайней мере для некоторых измерю внутреннее сопротивление элементов сопротивление щупов практически равно нулю сопротивление правого элемента 1793 миллиона ранее было когда они только пришли 1784 думаю что это погрешность прибора здесь попрохладнее может быть еще поэтому в этом помещении сопротивление этого элемента 18,23 миллиона было 18 и 11 но это тоже я считаю погрешность прибора либо опять же здесь попрохладнее как видите 22 и 3 градуса подключаю элементы к зарядному устройству для левого элемента зарядный ток я буду применять максимальный под атошиту там указано 1-2 ампера я установлю два с половиной ампера зарядные два с половиной так будет проще считать так как это грубо говоря половиной емкости разрядный ток будет 10 ампер цикл выставлю 99 циклов поставлю 5 минут время простое между циклами чтобы давать элементам немножко остыть правый элемент попробую поставить более жесткие условия зарядный ток будет 5 ампер разрядный ток будет 20 ампер так по крайней мере написано на самом элементе что 20 ампер он должен выдержать посмотрим в каждом цикле разряжать и левый и правый элемент будут до 2,7 вольта также я поставил датчик температуры на этот элемент так как нагружен он будет очень хорошо установил в настройках зарядное устройство максимально возможную температуру отключения 80 градусов и первый разрядный цикл посмотрю какая будет температура так как зарядное устройство хочу оставить надолго и можно потерять время если зарядное устройство прервет тест по температуре тесты 99 циклов довольно трудозатратный к тому же придется задействовать зарядное устройство на срок скорее всего более 10 дней а то и двух недель в это время не получится брать какие-то заказы и работать надеюсь у поддержите меня лайком и репостом соц сетях чтобы я видел что я делаю это не зря подключил камеру и освещение в софтбоксе к источнику бесперебойного питания чтобы также не запороть трудозатратный тест отключением света все оставляя все это на самообеспечении надеюсь также на вашу обратную связь в комментариях переключаюсь в режим таймлапса для правого элемента первый цикл разрядный завершился отдал вам 5089 миллиампер час запишу этот параметр в таблицу какая температура на элементе при этом 78 градусов я надеюсь ничего не случится если оставить это все так конечно немножко боязно но что делать все ради науки надеюсь вы поддержите лайком комментарием и репостом такой опасный тест продолжаю левый элемент в первом цикле разряда отдал пять тысяч сто пятьдесят восемь миллиампер час также запишу это в табличку продолжаю тест перехожу в режим таймлапса произошло отключение света авария была длительная и батареи источника бесперебойного питания не хватило на все это время поэтому запущу тест снова переключаясь в режим таймлапса совсем забыл что в памяти зарядки было установлено на разряд 20 ампер так как последним я ставил разряжаться этот аккумулятор и она запомнила 20 ампер и этот аккумулятор тоже стал разряжаться этим током блин уже прошло столько циклов до 20 ампер выставил прежние параметры зарядный ток два с половиной ампера разрядный ток 10 ампер правда элемент уже успел больше 20 циклов пройти на зарядном 5 ампер и разрядном 20 ампер даже этикетка здесь цвет изменила ну да ладно посмотрим как изменится параметры элементы если энное количество циклов его прогнать запредельными токами и потом опять нормальными зарядные два с половиной разрядный 10 ампер погнали итак тесты закончились но у меня есть еще одна идея и перед тем как осуществить эту идею я хочу измерить внутреннее сопротивление насколько оно изменилось сопротивление щупов практически равно нулю измеряю сопротивление элемента которого мы жестко мучили сопротивление стало 24 с половиной мили ом а было 17 и 8 мили ом ну относительно того насколько он был замучен сопротивление изменилось не сильно вот емкость у него потерялась значительно сопротивление левого элемента 21 и 7 миллион было 18 и 1 миллион запомним это значение теперь у меня есть другая идея я хочу замучить и этот элемент тоже с этим элементом уже все понятно емкость он потерял значительно подключу датчик температуры положу в емкость а емкость хочу заполнить маслом для охлаждения я впервые делаю такой тест посмотрим что из этого выйдет потом можно будет провести анализ ситуации с помощью этого теста я хочу проверить на падение емкости аккумулятора повлияли большие токи или его перегрев сейчас я заполню маслом он будет охлаждаться гораздо лучше если кривая деградации емкости сильно не изменится как это было резко у этого элемент и можно будет провести анализ изменения емкости я дам те же самые токи но буду охлаждать маслом и мы посмотрим будет ли также падать у него емкость как у левого элемента надеюсь вы поддержите это видео супер лайком впервые я так сильно заморачиваюсь но посмотрим что из этого выйдет и так этот элемент сейчас у нас будет также в жестких условиях как и был правый элемент зарядный ток будет 5 ампер разрядный 20 ампер до 2 и 7 вольт пять минут будет интервал между циклами 99 циклов подключаю элемент главное чтобы масло не поднялось за счет капиллярного эффекта по проводам и не загадила то можно будет их выкинуть потом после этого хотя возможно уже можно будет их выкинуть датчик тоже надо повыше расположить провода чтобы тоже туда минимальное количество масла затекло погнали 99 циклов надеюсь это видео вам очень понравится мне самому интересно какое будет влияние температуры на элемент является ли она критическим от чего именно уменьшается емкость от превышения температуры либо от превышения по току все перехожу в режим таймлапса погнали итак тест завершился конечная оставшаяся емкость 969 миллиампер час сейчас я измерю внутреннее сопротивление элемента очень интересно какое стало внутреннее сопротивление так как бы так измерить а так вот можно будет измерить внутреннее сопротивление элемента внутреннее сопротивление щупов равно нулю внутреннее сопротивление элемента 44 и 3 мили ома сопротивление значительно увеличилась теперь собрана информация бесценная считаю информация сейчас я проанализирую каждый цикл занесу все в табличку построю графики и можно будет проанализировать исходя из этих графиков пересмотрел видео материалы таймлапсы всех циклов выписал каждый десятый цикл занес данные в таблицу и построил графики на фото вы видите что из этого получилось зеленым выделены циклы левого элемента и циклы правого элемента для правого элемента при зарядном токе 5 ампер и разрядном 20 ампер и естественном охлаждении деградация за 99 циклов составила 55 целых и две десятых процента при этом элемент нагревался до 75 с половиной градусов как вы понимаете такая температура и деградация очень велики так эксплуатировать литий элементы нельзя с левым же элементом ситуация намного интереснее номинальные токи до 70 цикла давали деградацию всего лишь 0,85 процента это практически просто непревзойденный результат представляете за 70 циклов емкость уменьшилась менее чем на 1 процент на самом деле эти элементы меня сильно удивили такого я не ожидал далее было отключение света после чего я по ошибке дал 22 цикла зарядным током 5 ампер вместо двух с половиной а разрядные 20 ампер вместо 10 деградация емкости на этом участке составила 6 целых двенадцать сотых процента после того как я заметил что токи большие я изменил их на два с половиной зарядного и 10 ампер разрядного эта часть графика сейчас выделена зеленым процент деградации на этом участке составил 3 целых восемьдесят две сотых процента это тоже неплохой результат с учетом того что до этого было 22 издевательских цикла большими токами и в конце я сделал эксперимент с охлаждением элементов в масле посмотрев таймлапс я выяснил что температура поверхности элемента не превышала 46 целых и шесть десятых градусов на графике видна катастрофическая деградация которая составила 79 целых 32 сотых процента это просто сумасшедшая деградация и это при том что я охлаждал элемент могу предположить что пластины внутри все равно не успевают достаточно охлаждаться и поэтому деградация такая сильная но скорее всего на деградацию в большей степени влияет большой ток чем нагрев от больших токов как мы знаем и он и лития переходит в металлическую форму получаются кристаллы металлического лития которые разрушают все вокруг себя включая сепараторы и емкость падает данный тест показывает что не стоит превышать токов которые указываются в даташите если не превышать допустимые токи то элементы литокала 26 650 на 5100 миллиампер час очень хороши деградация как минимум в семь с половиной раз меньше чем у именитого бренда panasonic но превзойти элементы лишен 32 700 им все же не удалось до сих пор элементам лишен нет равных по проценту деградации у них процент деградации менее половины процента на данный момент я еще не видел более живучих элементов на втором месте получается теперь идут элементы из данного теста литокала 26 650 на этом друзья у меня все если что-то упустил и не рассказал про эти элементы пишите в комментариях этот тест был очень трудозатратным он длился более пяти недель я надеюсь вы поддержите это видео лайками репостами в соцсетях так я вижу что видео вам нравится и время потрачено не зря спасибо что досмотрели ролик до конца до новых встреч на канале друзья